Всем привет, друзья мои! Как я сегодня устала! У меня такая генеральная уборка идет дома. Муж помогает мне. Сейчас бежим на базар. Генералю и балконы, и окна, и вообще двери, и все-все-все. И кухню все убрала. Мне не нужно идти на базар. А также потом нужно и ужин готовить, как всегда. Такой красивый здесь цвет телефона. Друзья мои, мы пришли из базара. Сижу на своем балкончике. Таком чистеньком, причистеньком. И раз поговорю с вами чуть-чуть. На базаре я ничего не снимала, потому что мне было не до этого. Аж кем я оставил какую-то сумму денег. И говорит, начни, я пойду в банкоматик, еще сниму денежки. Ну вот я так и начала. Купила сначала огурцы, помидоры. И я какая-то сегодня заторможенная. Не знаю почему, потому что, наверное, на улицу не вышла с утра. У меня появилось срочное дело. Восемь часов я как начала, занялась им. И вот потом эта уборка. Посмотрите, как у меня чистенько все блестит. Мои цветочечки. Сейчас переверну, покажу вам. И вот так вот он потом, Ашка, пришел. Мы с ним продолжили покупки. Сейчас поела кусок арбуза. Боже, какой вкусный. Вы не представляете? Наверное, вы представляете, да? Вот эти все фрукты, овощи. Настолько они вкусные. Ну, сейчас покажу вам, мои дорогие, что мы купили. Сашка, вам сколько потратили? Даже не знаю. Он сказал, ну, посчитай сама. Но мне неохота считать. Я вам расскажу, сколько что стоит. А вот и мой чистенький балкончик. Вы знаете, что этому цветочку здесь очень понравилось? Посмотрите. И маленький начал расцветать. Расцветать. Этот почему такой? Потому что я его водой перелила. Листья помыла. Но он придет в себя. Придет в себя. Вот это тоже помыла. Все так чистенько, видите? Так классно мы все с Ашкой вам помыли сегодня. Окошечки помыла. Я занавесочку поменяла. Вот такую более беленькую. Вот такую вот коротенькую. И решила две не сделать здесь. Одну такую и не будет видно. Иногда я утром люблю, в ночнушке и вечером водичку попила. Наши покупки. Что мы купили? Так, начнем с помидор. Помидоры сегодня были вот такие. Я купила по 6 лир. Выбирала сама. Видите, какой нехороший выбирала. Ничего страшного. Были и такие. Я люблю большие и маленькие. И еще хочу вас научить одному секрету. А сама вот не воспользовалась им. Вот если тут 6 лепестков, то это женщина. Оказывается, помидоры бывают и женщина, и мужчина. Женского, мужского рода. И вот это мужчина, когда 5 лепестков. А женщина 6. И они будут 100% сладкие. Но здесь, видите, на одной вот такой вот есть и женщина. Женщина, она сладкая-сладкая. Так, а это сколько лепесточков? 5. Ну, не так. В общем, я вам раскрыла главный секрет века. Да, и вот здесь вот есть и 5, и 6. Видите, 6, есть и 5 лепесточков. Ну, ладно, пошли дальше. Купили мы вот такую сливу. Я почему купила такую? Была и большая, и огромная продавалась. Но попробуем. Это с деревни. Оно уже такое вкусное все. Есть в парниках выращивают, да, наверное, где-то там на плантациях. А это именно мужчина продавал свой урожай. И вот еще такие персики. Они такие сладкие. Вот посмотрите. Я чувствую, он такой твердый, но он такой вкусный. Потому что мы не раз кушали персики в деревне. Я помню, я и на Украину ездила. Там вот у меня воспоминания остались такие прекрасные. Эти мы по 8, по 7 взяли. А это 8 лир килограмм. Черешня по 15 было и по 12. Уже белая появилась тоже черешня. Но мы с мужем, он сказал мне, давай по 15, потому что точно будет вкусная. Купили мы вот такой вот перчик. Вот сейчас я хочу делать голубцы. Сделаю, наверное, ну сколько на 2 дня нам по 2 штуки. Сегодня, ну, 8 штук сделаю, наверное, скорее всего. Сделаю такую кастрюлечку по 2 штуки. И, ну, посмотрим, что. Сама не знаю. И это тоже 12. Вот килограмм здесь. Так, морковь купили такую хорошую, сухую. Вот это 4 лиры килограмм. Не знаю, килограмм сколько стоит. Огурцы тоже 6 лир килограмм. Нет, помидоры по 5 и эти по 5. То есть, когда я покупаю, у меня всегда выходит на 2 кило. Вот я купила персики 2, огурцы 2, помидоры 2. Мояушкам всегда по одному покупает. А я вот так вот привыкла от мамы покупать все в большом количестве. Вот такая вот мару капуста, да. Любим салаты из нее очень. Стоит 7 лир. Вот это рокка, роккала. Купила я также и укропчик добавлю сейчас в мои голубцы. Знаете, какие это голубцы? Овощные. Овощные будут голубцы, потому что у нас нету фарша. Вот это шавель 3 лиры, пучки такие маленькие. А это петрушка по 3 лиры. Все по 3 лиры. Что еще интересного мы купили, мои дорогие? Вот смотрите, лук такой 6 лир килограмм. Ну, я добавила и фиолетовый, и вот такой вот. Хороший отборный, купила я. А также зашли, где пряности продают. Купила вот в средней горькости красный перец. Это кимьон тмин. Это сумак. А вот это вот для семита. Такие семечки, да, сверху. Для булочек, наверное. А может, это не то. Значит, купили мы два вида бренди, курдинский говорю. Это на долму. А это купили мы для плова. Видите, он такой продолговатый. А этот такой поломанный. Ну, в общем. И я купила кукурузную муку, так как у меня закончилась мука давно. Ну, думала, иногда что-то готовлюсь ее с кукурузной муки. Пускай будет. 12 лир килограмм, это точно знаю. Так, также мы купили цену 120 лир. Вот это 120 лир стоит. Вот 120, видите. Значит, здесь вот такой кошар-пинер. Кошар, мой муж, что-то захотел. И маслины у нас уже заканчивались. Вы уже видели в моих видео, что уже не такой свеженький. Да, мои дорогие. Вот, смотрите, это 120 лир. А вот эти вот пряности с этим 90. Это 90 стоит. И 120, 210. 90, 120, 210. Вот это вот 15 лир. Полкило я взяла также. А может быть, сейчас я и накручу. Нет, нет, не буду. В общем, я сама не знаю, что я хочу. Может, вот эти накрутить мне. А может быть, все. Какие голубцы, знаете? Знаете, какие? Ну, надо, кажется, кипятить их хорошо. Уже готовые, потому что зеленые сейчас покупать. Я не знаю, как с ними возиться. Еще я буду этим заниматься. Ну, вот такой мы сделали базар. Смотрите, только вот это все мы заплатили 210. Смотрите, это 12, 14, 10, 10, 15, 12, 8. Короче говоря, дофига и больше. Ну, вот посчитаю, наверное, и вам потом расскажу. Вот. И самое главное, забыла-то. Это средство просто меня ошарашило. Посмотрите там, как все чистенько. Все чистит. И холодильничек. Я сегодня кухнечку опять почистила. Вы знаете, что я, конечно, вам надоедаю эти свои уборки. Но я хочу просто посоветовать хорошие средства, которые я пользуюсь. Вот такой арбуз купили. По 3 лиры килограмм. Я не знаю, сколько он стоит. 26 или сколько? Ну, в общем, 10 килограмм, наверное, нет. Это, по-моему, 26 лир. Ну, вот у меня, мои дорогие, тут такая чистота. Хожу босиком, приятно. Хожу босиком, приятно. И сейчас переоденусь и буду продолжать готовить кушать. Уважаемые мои, хотела вам снять балкон свой. Вот моя соседка, с которой они разговаривают. Тут что-то выглядывало. Чуть не попалась мне в камеру. Посмотрите, что делает забито. Вот там люди сидят, ждут, пока они уйдут. А они не уходят. Посмотрите, они охраняют с утра здесь. А вы знаете, почему они их разгоняют? Я вам сейчас все это объясню. Вот просто я не хотела снимать. Мне было самой противно снимать. В каком состоянии они оставляют эту территорию? В таком сраче. Прошу вас прощения за это слово. Вот кто там продает овощи? Ладно, это не одежда, но вот кто овощи продавал? Картофель. Наверное, 5 или 10 килограмм. Гнилую побросали. Это было в понедельник, когда я шла на зумбу. Когда я шла на зумбу, была такая картина. Вот там вот все грязно. Везде все, что они продавали, фрукты, валяются. Ну, это, конечно, кому-то всегда надоест. А эти, вот видите, там сидят они, торгуют. Вот там подальше. Ну, вот у них есть, например, завтра день. Они будут вот где базар. Там сидят им, разрешают без проблем. Ну, а сегодня вот особый контроль. Особый контроль. И они, я смотрю, не сдаются. Вот уже хотят, видно, 6 часов уже уже, наверное. И они до сих пор здесь. Все ждут люди, когда они уйдут за битом. Но она не уходит. Что-то очень серьезное они стали заниматься этим. Недавно было у моей Марии. Марии, говорю. Ирмочке день рождения, 25 числа. Ей уже 5 лет, мои лапулечки. Разговаривали по телефону. Ну, вы знаете, дети не умеют разговаривать. Я не знаю, какие-то. Какие-то дети сейчас необщительные, если честно скажу. Им со всей душой и телом. Ну, они, не знаю почему такие. Ну, так. О, женщина, видите. Села она. Не боится. За обед-то уехала. И она бегом-бегом свои вещи разбирать. Вы видите? Интересно очень. Машина подъехала. Интересно. Видите, как видите? Помогать ей. И вот сразу все на машинах. Они же на машинах приезжают. Сразу раз машину и уезжают. Вот видите, видите, видите. Все идут с пакетами уже. Конечно, хотя бы 2-3 часа поторгуют. Ну, ладно. Они, от них никакого мусора нет. А вот кто продает продукты, вот от них остается очень много мусора. Вот, как они быстренько. Они на базар приехали, эти люди. А, вот, 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 видите. У меня такой здесь наблюдательный пункт. Моя соседка тоже продает. А вон она стоит. Стоит на балконе и смотрит. Смотрит, что я снимаю. Наверное, будет потом наступать. Стоит на балконе и смотрит она. Смотрит, засекла меня. Она смотрит, знаете, что прийти или нет. А вон машина приехала с картофелем. Ну, все, друзья мои. Как же я сегодня навозилась. Пока все это в холодильник положила. Все по местам. Разложила, друзья мои. Вот сейчас вот накрою. И будет вариться. Вот это да. Вот это да. Сегодня день такой интересный у меня. Плодотворный. Здесь тоже все распределила. Помидорчики здесь. Это здесь. Черешенку здесь. Фруктики здесь. Арбузик здесь. Сырочек здесь, мои дорогие. Вот такая Светлана, хозяйка. Хвалю себя, скажут. Хвалит себя, не нахвалит. Ну, вот так оно и есть на самом деле. Цветочки надо каждый день поливать. Уже хотят пить. Мои лакулечки. Вы хотите пить? Что там на районе у нас, а? Как там соседушки мои? Соседушки. Вот, друзья мои, посмотрите, какой красивый салатик у нас сегодня на ужин. Все такое вкусно. Огурцы и помидоры. Капусточка, йогурт. Вот. Я сейчас это съем за весь день. Хотя утром я ела овся на блин. Вот такой вот у меня вышел. И кабачок один остался. Фарш. Илья. Да, это постные голубцы, друзья мои. Постные. Надеюсь, что вкусные. Приятного мне аппетита, мои дорогие. А тут я намыла фруктиков, боже. А тут зеленушка. Ну, какая красота. Какая красота. Спасибо вам за подписки, за ваши, за ваши лайки, мои дорогие, любимые зрители. Пока-пока. Друзья мои, мой муж пришел сейчас. Посмотрите, сколько чего принес еще. 500 лир потратил. Кормить его хочу. Ну, сонра покарим, сонра. Хоть что хочешь возьми. Смотрите. Купил это феррик, было бы в скидке. Ржаную муку. Не знаю, зачем. Смотрите, какой человек. Что купил? Это купил. Это купил. Луком купил. Конфеты. Ну, вот это вот, зачем он все это тратится. Ну, пакетчик майонез. Сколько шекерли он купил. Вы видите? Шекерли это конфетки. Дон дурма. Дон дурма. Дон дурма. Дон дурма. Дон дурма. Вы представляете, я говорю, ты не взял мороженое мне. Он длин. Ты шекерли дурим сыр. О, это дон дурма ваш. Посмотрите. Это средство для смягчения белья. Килограмм, значит, 2 кило сахара. Так, сосиски. Мороженое мне купил. Колбаску такую на завтрак. Еще конфеты. Боится, что я похудею. Йогурт купил. И купил вот такой кефир. Пробиотик. Вот как раз он мне нужен. Ой, аж какой он такой смешной. 500 лир. Друзья мои, раньше за такие вещи... Видите, я побросала. Раньше я... Мы тратили на 500. Вообще так много чего можно было. 85 лир стоит сыр. 47 это что? Шекертос. Сахар. 47,50. Так, что еще дай лорогой? 38 это что? Сады Антеп. А что такое за Сады Антеп? Что здесь такое? 50, 38. Сосиски, что ли? Нет. Интересно, что я там купил? Сады Антеп. 38. Еще что здесь дорого? Кофе стоит 34. Ферри 54. Вернил для белья смягчения 32. Вы видите конфеты, дорогие конфеты. В общем, 561. Вы поняли? 561. Ну, это кофе очень вкусно. Я просто рекомендую, сколько раз вам говорю. Ну, все, пойду я его кормить, мои дорогие, он в душу. Сейчас кормить буду. Спокойной ночи вам все. На сегодня уже больше не буду ничего вам показывать. Отдыхайте от меня, ставьте лайки, пишите комментарии. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok